Доброго времени суток, у микрофона Данил Добро, вы на канале Быстрый ПК. В этом видео я вам расскажу про свой ноутбук Huawei Mate 13. Данный ноутбук на AMD Ryzen 5 2500U. Графика вега 8. Жесткий диск на, точнее SSD-шный диск на 512 ГБ. Оперативной памяти 16. Графика вега 8. Экран 13 ГБ. В общем, качественная клавиатура. В целом, качественная клавиатура мне понравилась. В общем, каких-то у меня придирать к качеству сборки нет. Конечно, клавиатура, как у всех ноутбуков, не самая удобная в плане какого-то быстрого набора. Может, клавиши легко проминаются. В целом, в таких моделях лучше не ставят. Но зато это клавиатура с подсветкой, что позволяет работать ночью, либо вечером. Также я провел тесты. Вот сейчас вы их можете видеть на экране. В одной из игр, которая была одна из самых легких. Как приведите ее названием в Steam. Она есть. Я скачал ее, чтобы проверить, сколько она будет с TPS. На прошлом ноутбуке Asus с i3 процессором и, соответственно, интеллигской графикой встроенной данная игра выдавала всего лишь 10 FPS. На том устройстве на этом уже 25-30 FPS. А то и чуть больше. Что в целом уже более-менее играбельно, так как 25 кадров уже в половиннице или 30 уже вполне нормально можно играть. Назвать эту, конечно, модель игровым убухом сложно, потому что процессор бы хотелось быть чуть-чуть мощнее, да и видим карту тоже. Но в целом для каких-то старых игр вполне подойдет. Ну, конечно, мне больше всего тут нравится именно 16 гигабайт оператив, но оперативной памяти, к сожалению, выделяется на, в общем, в использовании аппарат на 14 гигабайт, но этого в целом тоже вполне достаточно. Остальные 2 гига выделяются под видеокарту, на работу видеокарты и вы можете все прекрасно видеть. В общем, данный процессор периодически нагружается у меня на 100%. При этом ноутбук хорошо, достаточно охлаждается. Я его поставил на подставку, немножко оптимизировал. Потому что процессор все-таки не самый мощный из линейки, соответственно. Организация данному ноутбуку не помешает. На мой взгляд, конечно, в зависимости от того, собираетесь ли вы на нем что-то тяжелое открывать. Если ничего вы не собираетесь такое прям делать, сидеть только в браузере, и открывать кучу вкладок, то в целом можно ничего не оптимизировать. Так все и оставить вполне будет нормально. Хотя под SSD желательно все-таки отключить всякую фрагментацию диска и индексирование файлов. Это все не нужно на SSD диске. Также тут есть у него специальная программа для подключения к Huawei устройствам. Вроде бы на картинках я видел, на этом мог бы еще клеить наклейки, но они почему-то модели не наклеены. Не знаю почему, но меня это не особо интересует. Также про эту программу я попробовал подключить P40 Lite и почему-то демонстрация экрана, которую я так ожидал, не заработала. Почему-то, видимо, она доступна только на флагманах, на флагманах, как всегда. Но я нашел другой способ подключения своего смартфона к данному ноутбуку через системные настройки. Там есть такой способ, почему Huawei, в общем-то, приложение не отсылает туда, чтобы настроить, непонятно. Я, к завершению, хочу сказать, что вид тут очень старый Windows. Благодарю за просмотр, до встречи в следующих видео.